Друзья, приветствую вас на своем канале, с вами Александр Никулин. И сегодня продолжаю свою шахматную партию со вторым королем, и в этой части в основном будет детализация фигуры. Краткое содержание предыдущей серии для тех, кто уже полностью просмотрел 4 части и ничего не даст, но для тех, кто только подписался на мой канал, может сподвигнуть, просмотреть и послушать историю о резьбе этого бойца. В прошлой части я закончил резьбу на обычных навесных понтах его величества в виде пуговиц и шлейки. Короче, застежка. В общем, сегодня с этого и начнем. С помощью полукруглой стамески прорезал контур пуговиц, обрезал вокруг шикарного воротника часть уже ненужной породы, подрисовал шлейку и также срезал часть породы вокруг застежки. Теперь мне надо придать вид этому механину, чтобы он хорошо выделялся и не слился шерстью воротника, которую в дальнейшем буду прорезать. Ну а после того, как ремню придал необходимый объем и очертил контур, чтобы он не смотрелся как непонятная деталь, сделал на нем прорезь под застежку левой пуговицы и прорезал две полоски в виде строчки. И с помощью наклеенной мелкой наждачки на палочку из липы придал некую потертность ремня, что выразило и в дальнейшем придаст некий оттенок к ремешку после обработки шкуры воротника. Такой инструмент, конечно, у некоторых друзей может вызвать улыбку, но поверьте, некоторые изгибы на фигуре не всегда возможно выразить только стамесками. Я уже когда-то говорил, да и подписчики видели, что реже не идентичную армию, некоторые назвали ее даже терракотовой армией. Да и самому не хочется быть копиркой или принтером. Дело в том, что не очень люблю делать одно и то же в одинаковом формате, хоть иногда и приходится. Ну а с фигурами пешек, конечно, мне придется потерпеть. Для меня я как серпом по пальцам, но постараюсь лица сделать фигуру с разнообразной мимикой и добавлю в одежде и оружие некую индивидуальность. На последний шаг на фигурах, которые я делаю, решил убрать принятый шаблон в резьбе верхней одежды и больше экспериментирую, как, например, хитросплетение в складах. А если посмотреть на прорезь складок, то можно найти кучу отличий. Польза от этих экспериментов уже дает о себе знать. И, по моему мнению, на последней королеве накидка получилась более воздушной, чем остальные. В общем, как говорится, нет предела в совершенстве. Сколько вырезаю, столько учусь этому ремеслу. А иногда, вроде, законченную фигуру не могу отпустить. И, кажется, еще можно было бы добавить небольшой штрих. Закончив спуговицами бойца, наконец приступил к перчаткам. Нарычу я решил не делать. Подумал, что смотреться на короле особо не будут. Ну и, как говорится, пользуясь случаем, хочу замолвить слово об одном резчике. Зовут его Валерий Туксин. Лично мне понравились его необычные изделия из дерева. Канал у него интересный. Могу посоветовать зайти к нему и подписаться. Думаю, не останетесь равнодушными к его интересным поделкам. Ссылку оставлю в описании ролика. Друзья, еще хотел выразить особую благодарность одному очень творческому человеку. Зовут ее Лена. Фамилии не знаю, но именует себя Лена Мечта. Помимо карвинга и рукоделия, человек широкой души. От ее ангельского голоса порой мурашки бегают в хорошем смысле. От чтения ее собственных стихов. Я просто в описании выставлю ссылку на последний ее ролик. Советую зайти. Роднодушных точно не останется. В резьбе ладони, а также пальцев рук бойца намного все проще. Как говорится, натюрмор под рукой, а точнее руки и есть та самая натура. А если боец еще и в перчатках, то еще легче вырезать, так как не надо прорезать ногти и изгибы фаланг пальцев. Достаточно соблюдать физику тела. А также важно при прорезании таких мелких частей иметь под рукой хорошо заточенный инструмент. Поскольку резьба идет по волокнам, можно легко срезать лишний материал или просто раскрошить волокна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 и не застегнута, значит на тыльной стороне мех должен оставлять некие изгибы в виде легких волн. Поэтому решил прибегнуть к помощи насадки для гравера и прорисовать ей эти легкие волны. Для этого специально насадку вырезал наждачный кружок немного больше, чем положено. Таким образом насадка, точнее липучка на насадке, не соприкасается с деревом и легче углубляется в породу, создавая волны. Ну а дальше с помощью самого мелкого уголка приступил к прорезанию шерсти. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну а вот, друзья, добрался до головного атрибута нашего бойца – это корона. В сети интернет много перелистал страниц с фотографиями корон той эпохи. Большое разнообразие форм атрибута, как и предназначение от походных до коронаций их величества. Походный атрибут пристегивался к шлему или другим головным убором в виде доспехов, неведомым мне способом. В общем, решил с рисунком на короне не париться, так как если повторю такой рисунок, то боюсь, что корону пришлось бы делать отдельно. Не из липы, а из дуба. Так как при первом падении на царский атрибут, сами понимаете, и поранее оставленным разметком разделил визуально на четыре части макушку бойца и приступил к прорисовке нехитрого рисунка. aside using bakingula-простопный костер às каменья действия said иulo разметка с этими приморами для dioэкrit interviewing и Mystery disappearing подшир sangлопнули и обутствует в каждом якошко Скажу так, сложно не сложно рисунок, судить не буду, но рисовать не резать, если б не мои мелкие помощники в виде миллиметровых стамес, некоторые изгибы, особенно в нижней части короны, пришлось бы буквально не резать, а выковыривать, создавая рисунок. Продолжение следует... Далее фон короны решил приукрасить мелкими точками, что создаст образ мелких камней на короне, и в то же время подчеркнул рисунок, создав некий шарм на башке густейшего. Продолжение следует... Ширина верхней кромки короны после прорезания останется чуть больше миллиметра, глубина до двух миллиметров. Теперь осталось сделать некую перемычку на короне. Вот такая вот царская макушка получилась после того, как фон был прорезан, и круглой насадкой гравера была поставлена точка, а точнее много точек. И дальше приступил к важному атрибуту короля, а это оружие в виде меча. Делать это оружие буду из бука, и давно для оружия приберем бук белого цвета. И очень надеюсь, что его хватит на оставшиеся восемь пешек, для которых из него буду делать оружейный комплект. Вырезать это оружие совсем не сложно, но вся проблема слишком мелкая заготовка, не вмещается в руках. Обычно я оставлял материал для ухвата рукой, но сегодня с дуру обрезал его, и получилась такая ситуация. Перепиливать уже не буду, как раньше говорил, материалы осталось в обрез, и буду лепить из того, что есть. Моими стамесками к этому звёртвому материалу лучше не подходить, если только заусенцы срезают. И поэтому для придания формы оружия в воду пользуются знакомой вам насадкой и наждачкой с 180-м зерном. Продолжение следует... Да, губ по твердости не липан, сразу не возьмёшь. А мне на лезвие необходимо зеркально вырезать четыре грани, переходящие в упор, которые ещё надо украсить. Упор мяча подрезал по форме ножом косяком, придал вид ручке круглой формы, вырезал в руке бойца отверстие, и поставить рукояти. По стаменте сделал маленькую ложбинку для острия оружия. С помощью клея приклеил оружие и сверху вторую руку посадил рукоять, чтобы выглядело как продолжение ручки мяча. Ну что, друзья, на этом я закончил вырезать второго короля из шахматного семейства деревянных бойцов. Подумаю пока, что буду вырезать в дальнейшем из оставшихся 12 бойцов. Ну а кому видео понравилось, ставьте палец вверх. Кто ещё не подписывался, подписывайтесь на мой канал. Жду вопросы и отлики в комментариях. Не забудьте перейти по ссылкам, которые я оставил в описании ролика. Всем желаю удачи. С вами был Александр Микуль. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok